Приветствую вас! Если мужчина решил с вами поговорить, если мужчина решил отменить с вами проблемы, то первое, что необходимо сделать, это ему выслушить. Просто выслушить то, что он вам скажет, чтобы понять, что из того, что вам казалось правильным, нормальным, неестественным, положительным, для него таковым не является. Вы его выслушаете, выслушаете его претензии. Обязательно скажете ему свои, для чего предварительно вам нужно подумать, что вас, в соответствующую очередь, также не устраивает в его отношении к вам. И дальше, вы подумаете вместе, как это решить. Как решить проблемы, которые есть, по мнению мужчины. Если проблемы существуют, и мужчина хочет их решать, это одно. И судя по тому, что он вам предлагает обсуждение, он, наверное, настроен на то, чтобы играть. Потому что, если бы он хотел с вами разместить, ну, скорее всего, он бы уже это вам предложил. Соответственно, вам необходимо его выслушать, выслушать его варианты решений относительно того, как он планирует разрешить конфликт ситуации. И, после этого, предложить, возможно, свои варианты решения проблем. Вот, в принципе, это вам и нужно сделать. Постарайтесь на него не давить. Постарайтесь не... Постарайтесь отместить к тому, что происходит с ним, понимание. Потому что для человека это переходный этап. Это переходный период, когда человек, вроде бы, привык жить определенным образом. Все-таки, пять лет, как вы написали, строк, немаленький. И теперь человек понял, что что-то из того, что он делал, было, ну, не совсем правильно, не совсем верно. И вам, если вы мужчину любите, если вы его уважаете, если вы желаете ему счастья, вам его решение, которое он принял, решение не оставляться как есть, не мириться с проблемами. Остарайтесь их как-то решить. Вот вам это решение нужно уважать. И только уважая и понимая желание мужчины сделать свою жизнь. Возможно, ваша жизнь лучше, вы имеете шанс сохранить брак. На самом деле, что говорить вам и как, решать только вам. Потому что вы знаете своего мужчину гораздо лучше, чем мы. мы его вообще не знаем. И только вы, соответственно, руководствуясь своими чувствами, своей женской интуицией, знанием о нем, сможете подобрать наиболее правильные, наиболее уместные, наиболее искренние слова, которым бы он, что бы они ни в нас не поверил. И если мы вам будем говорить что-то конкретное, а ведь диалог нельзя догадать, то будете уже не вы. Это будет что-то навязанное вам извне. И заподозрив фальш, мужчина может включить осознанно или неосознанно защитные реакции. И это вряд ли пойдет на пользу вашего отношения. На этом все. Надеюсь, что помог. Если вам есть какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.